23 июня в Центральной городской мечети имени Алихана Бакиханова главный имам города Иста-Этуганулы отчитался о проделанной работе за год. В своем докладе главный имам рассказал общине о ряде выполненных дел на сегодняшний день. На этом мероприятии главная цель – активизировать нашу работу, создать планы на следующий год и презентовать их народу, а также поднять ценность религии. В целом, в этом году было проведено много работ, в том числе проведен капитальный ремонт Центральной мечети города Тимиртау и недавно открытого медиа-центра «Накыл-Медиа». Напомним, что в прошлом году Истай-Этуганулы был выбран главным имамом города Тимиртау. Именно имам, прибывший во время пандемии, сегодня проводит множество мероприятий и организует их. Вот, хочу Айнур передать официально ключи от квартиры и документы на квартиру. Так, в рамках проекта «Ел-Улиса Пятерге» многим многодетным семьям поселка Актау были вручены ключи от квартир. В этом году главной новостью стало то, что Центральной мечети было присвоено имя Алихана Бакийханова, а городской мечети – имя общественного деятеля Жакоба Акбая. Более тысячи семьям оказана различная помощь в виде продуктов питания, одежды, угля и так далее. Израсходованные средства составили около 9 миллионов тенге. Это не считая квартиры. Стоимость квартиры была 4,5 миллиона, другая стоила 2 миллиона. Курсы религиозной грамотности при мечети завершили 144 ученика. Семь учеников поступили в Египетский университет исламской культуры Нурмабарак и ряд медресе страны. В заседании приняли участие главный имам области Амирзак Кажи Беккажа, главный имам Карагандинской городской мечети Альмашани Жанбалат Кошкельде, члены коллеги Аксакалов и неравнодушные жители. Стоит отметить, что подобное мероприятие проводится в нашем городе впервые. По словам Амирзака Кажи Беккажа, такая встреча формирует взаимопонимание между имамами и народом. Это, во-первых, представление широкой общественности о добрых делах нашей религии и мечетей. Предоставление отчетов, что пожертвования, поступающие от народа, расходуются по назначению. У каждого имама разные способы и мотивации к работе. Истай выразил желание приехать в Тимиртау. И, несмотря на пандемию, хорошо справился с работой мечети. В завершении мероприятия были вручены священные книги и благодарственные письма гражданам, принявшим участие в строительстве местных мечетей, а также неравнодушным жителям. Планируется, что данное мероприятие будет продолжаться и в дальнейшем. Юлия Исланова, Акерке Балкебекова, Дмитрий Косыгин, Новости Тимиртау.